Девушки отдыхают Штриховательно С некой продресью Продресь, сейчас ее увидишь Вот такой продресью Полностью избавишься от белого Полностью Вот с такой продресью То есть как бы холст чуть-чуть просвечивается И виден штрешочек набора краски То есть не такой густой А распределяя Создашь продресь Давай Ты сейчас Вреешь все вещество Которое ты залаживаешь Я же тебе не сказал Делать белилой Я тебе сказал темнилой Набрать всю картину Да еще и спродресь Которой даже не пахнет Я же показал Какое количество краски должно быть Надо было мой кусочек Оставить как пример того Как это должно быть сделано Все, что ты сделала Категорически неправильно Пожалуйста, будь внимательным Много А результата пока Все еще нет Итак, коричневое Рожевое Синее Добиться Вот какого состояния Сбрить снова вещество Которого опять много А продреси нет Продреси Это пространство Вот этого состояния Добиться Очень часто Смотря видео Мы сталкиваемся с тем Что мы же вроде все так сделали Но даже Я оставил тебе Следочек Ты его уничтожила Это вторичный следочек Первый следочек Который я оставил Ты его уничтожила Сделала абсолютно по-своему Вот этого состояния Добиться На всем холсте Поняла? Твой кусок Укладывал по вот этой траектории Если бы ты Увидеть Оставила мой кусок Ну ты хотя бы Могла бы Там нет эмоционально набранного По косой Мазка Нет вообще Там есть Вот это Орошательно Устроено пространство Мастихином Нет Это не решается мастихином вообще Вообще не решается Это та задача Которая мастихином Вообще не решается Она очень умная Задача умная Поэтому если ты Смиришься С задачей Которую перед тобой ставят Будешь внимательно А ты уже не внимательно В третий раз То мы сможем прийти К очень полезному результату А так Мы просто боремся С твоим сознанием Своенравным Уж педагог Я не буду Учеником В этом месте Где у нас белор После того Как ты сделаешь По человечеству Ты соберешь Вещество Которого по-прежнему На холсте Слишком много Вот так соберешь Эта работа Не пишется Гигантскими слоями Эта работа Пишется С С Соберешь Вещество Возьмешь Белильца На тряпку И вот так Мягенько Смотришь Как мало Вещества Вот таким Дымом Наполнишь Три плоскости Одна Уже набрана А эти Две Появятся Количество Краски Вот оно Не шагу За эти Приделы Посмотри Какая приятная Дымочка Почему отсюда Почему До центра Едва Доходит Ну Да Это самое Когда тоже Выкришь Тоже В такую же Меру Тихонько Деликателиться Наберешь Очертания Блюда Подтерла И еще Взяла Белил Чтобы Доложить Светлость Но И светлость Которую Ты доложишь Все равно Не должна быть Чисто белой Оно все Не до белой Что касается Ягодок Виноградинки Ты будешь Укладывать По вот Такой Схеме Это красиво? Нет Не борзяся Спокойнее Будешь Укладывать Вот эти Ягодки Перемалывая Вот так Пальцем Перемалывая Со дна Вещество Ну вот тут Тоже Да Ну только Не туда Вот туда Да Вот туда Темные Ягодки Ты потом Подотрешь Беливо Которые Уже Будут Мешать И наберешь Темнилами Темные Ягодки Темнила Краснотоль То есть Игея Коричневый Красный Синька Чтоб Краснинка Помигивала Хорошо? Вот так Помигивала Черсичек Ты наберешь Вот таким Штри Вот таким Штришочком Смотри Почти Призрак Рисую Призрак Персика Густой Краски Прочти Нет Как и фоновое Пятно Вот этими Недоколичествами Хорошо? Желтенький Там придет Чуть-чуть Смотри Как он уже Бархатист Прямо Уже Выражается Его Фактурка И структурка Чуть потом Это будет Подрезано Кистью Ребром Этой Тарелочки У тарелочки Появится Второе Ребро Толщина Да? Здесь Фруктик Ну и я его сначала Даже просто Достаю Как пятно Здесь Фруктики Эти самые Орежки И все Вот по фактуре Вот такие Кувшинчик Будет Несколько Иначе Набран Ну я надеюсь Ты Структуру Все-таки Изменишь Поэтому Когда ты Ее Изменишь Ты Вот Таким Штрихом Нагонишь Туда Темноты Тенист Тень Упавшую Нагонишь Сделаешь Вот такое Глухое Состояние Фактуры Глухое Если Это Неглухое То Это Будет Глухое Обозначишь Обозначишь Блетит Которые Там Есть Обозначишь Признаки Рисунка Которые Там Есть Еще Прежде Чем Доделать До Крайнего Вот Такой Призрачек Создашь Ладно? Конечная укладка Этого Пятна Будет Делаться Вместе С Кистью Со Штрихом Вот Таким Штрихом А Вниз Сюда Пойдет Вот Такая Седина Седина Пойдет С Идея Структуры Ткани Смотри Идея Структуры Ткани Это Два Два Вида Вида Тих самых Направлений Один Так Другой Сяд Малое количество вещества но больше чем чем было здесь лежачий характер укладки там в одном месте складка, а в другом месте падающая чуть с вот таким цветиком лежачий лежачий и смотри все немножко подвержено воздуху дымочку правда? здесь линия теряет свои очертания дымочек правда? и сюда тоже пойдешь с этим дымочком и синечку придобавишь и здесь растворишь и здесь растворишься немножечко произведешь подобное здесь но даже этот эффект можно довести еще смотри опять же чуть-чуть замаскируешь замаскируешь и здесь замаскируешь и здесь замаскируешь и здесь замаскируешь и здесь помогает давать лучше на стороне положи картинку подсвечивание смотрит более остро А, поняла. Тенечка падает от предметика, по плоскости, падает по плоскости. Честно говоря, вместо того, чтобы этого каракурта рисовать, который вот эта усердно рисовала, лучше бы перечислил основные пятна. Ну, чтобы без них ни каракурту не помочь. Смотри, сначала рисую тенечку будущих виноградей. А потом рисую наградим. Вот, 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 вот. Ну, от того, что я снизу оттенил, они как бы уже идут. Вот, вот. Оттенечка уже у нас завершена, да? Оттенечка. Оттенечка. А я-то думала, как же это художники делают в мире и в прошлом? Оказалось, палец. Нет. Палец только один из инструментов в этой теме. У нас еще появится другой инструмент. Такая, получается, дама, у каждой езды. Богатая, да? Богатая совершенно. Причем, ни с чего вообще. Ни с чего, да. Просто от того, что палец вдавливая, создает выгодный кругляшочек. Мне даже просили перевести искусство, а я так, ну, как? Как же я не рисовала, что-то там фрагменты. Ну, ничего не добился. Как называется вот это место? Блок. Рефлекс. А, это рефлекс. Смотри, я его сейчас не везде раздаю, а там, где рефлекс касается теневой. Везде, где рефлексик может коснуться теневой, только в тех местах я его даю. Вот. Немножко ядок там внизу, внутри. Ну, там ногой-то слегка. Так, еле различим. Что это? Правильно. Правильно. И, наконец, блячок. Это была сначала высветленная площадочка. Бачок высветленный. Дополненный плечащичка. Прикольно. Ой. Такие. Женчужинки, да, бузинки. Так. Смотри, ты, как все нормальные дети, рисовала линейный рисунок. Зачем он тебе понадобился? Ты согласна, что он тебе не понадобился? Там мшистое состояние укладок, и там совсем не нужна линейность. Вся, ты, как все нормальные Denver клетчика. Вот. Так. Ты знаешь, что он... Согласен? Ну понятно, что там цвет найти и прочее, конечно, все это необходимо, требует какой-то квалификации Но линейного рисунка стоило отказаться И вообще линейный рисунок помогает только опытному художнику Как правило, если новичок пользуется линейным рисунком, ничего полезного он не делает Потому что новичок плохо видит рисунок, а уж тем более линейный Вот тональный рисунок, когда мы видим все пятно целиком, нам легче Но дело это куча Смотри, какой призрак Ну и сейчас все закрашиваем Это жирнально? Ого Он не может, чтобы все основные работы не летал После экспертизма он не летал, а 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 не летал Четыре-пять раз Ну что, не знаю Да Да Идея раздвоенности окна, если что Прекольный Вам не что-то ставит Из-за этого Что-то Не знаю Ну что, что происходит Да �erg Да Иurno М爬 Всеволод Вこの Civitate В этом connais Нет. Но ты ж видишь, как надо? Нет, да. Может, до этого еще этого не делаешь? И ты увидела, как это можно сделать. То есть там вещества, краски практически нет на холсте, да? В этих местах? Да, это делать не сообразилось. И когда я тебя вначале склонял к полезному, ты не понимал, что я придираюсь. А теперь знаешь, что вот сколько ей можно по легкому. Ну, чтобы в нем вино появилось. Тень глуха и черна. Тень глуха и черна. Я немножко переборщил, но, по-моему, это не стало хуже. Нет, это его мало. Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блики здесь не так кричащие, как там. Поэтому я только эпизодически дал кричание. Хорошо получилась эта штука, единственное, что безакцентно, а там есть малюсенький, но акцентный. Малюсенький, но блекающий характер есть. Как бы побаиваешься цвета, и это видно. Хотя именно цветом они здесь и подкупают. Ты согласен? Да. Видела, что они слабо отлично. Там пора белый цвет положить, здесь тень.